Да, я вернулся не тем. Много дано мне и много отнято. Перевешивает то, что дано. Я объездил все государства Европы и почти все Штаты Северной Америки. Зрение мое преломилось особенно после Америки. Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой, поэтому краткое описание моих скитаний начинаю с Америки. Пароход Париж Если взять это с точки зрения океана, то все-таки и это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных провалах эта громадина качается своей тушей, как поскользающейся... Простите, что у меня нет образа для сравнения. Я хотел сказать, как слон, но это превосходит слона приблизительно в 10 тысяч раз. Это громадина сама образ. Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень ясно почувствовал, что проповедуемый мною и моими друзьями иммаженизм иссякаем. Почувствовал, что дело не в сравнениях, а в самом органическом. Но если взглянуть на это с точки зрения того, на что способен человек, то можно развести руками и сказать, «Милый, да что ты наделал?» «Как тебе? Да как же это?» Когда я вошел в корабельный ресторан, который площадью немного побольше нашего большого театра, ко мне подошел мой спутник и сказал, что меня просят в нашу кабину. Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха, где играют в карты, прошел через танцевальный зал и минут через пять через огромнейший коридор. Спутник подвел меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж приблизительно в двадцать чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про дым Отечества, про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами. Вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за Русь, как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Милостивые государи, с того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок к коммунистам, как романтик в моих поэмах. Я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве. С такими мыслями я ехал в страну Колумба. Ехал океаном шесть дней, проводя жизнь среди ресторанной и отдыхающей в фокстроте публики. Элис Алленд На шестой день около полудня показалась земля. Через час глазам моим предстал Нью-Йорк. Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке? Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами? Милые, глупые, российские доморощенные урбанисты и электрификаторы в поэзии. Ваши кузницы и ваши лефы, как Тула перед Берлином или Парижем. Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное. Кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает. Хочется скорее на берег, но прежде должны осмотреть паспорта. В сутолок исходящих подходим к какому-то важному субъекту, который осматривает документы. Он долго вертит документы в руках, долго обмеривает нас косыми взглядами и спокойно по-английски говорит, что мы должны идти в свою кабину, что в Штаты он нас впустить не может и что завтра он нас отправит на Элис-Алленд. Элис-Алленд – небольшой остров, где находятся карантин и всякие следственные комиссии. Оказывается, что Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем, как большевистские агитаторы. Завтра на Элис-Алленд могут отослать обратно, но могут и посадить. В кабину к нам неожиданно являются репортеры, которые уже знали о нашем приезде. Мы выходим на палубу. Сотни кинематографистов и журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и все спрашивают, спрашивают, спрашивают. Это было приблизительно около четырех часов дня. А в пять тридцать нам принесли около двадцати газет с нашими портретами и огромными статьями о нас. Говорилось в них немного об Асидоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках и о том, что у меня прекрасное сложение для легкой атлетики, и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Ночью мы грустно ходили со спутником по палубе. Нью-Йорк в темноте еще величественнее. Копны и стога огней кружились над зданиями. Громадины с суровой мощью вздрагивали в зеркале залива. Утром нас отправили на Элис-Алленд. Садясь на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы взглянули на статую свободы и прыснули со смеху. «Бедная старая девушка, ты поставлена здесь ради курьеза», — сказал я. Журналисты стали спрашивать нас, чему мы так громко смеемся. «Спутник мой перевел им», и они тоже засмеялись. На Элис-Алленде нас по бесчисленным комнатам провели в комнату политических экзаменов. Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой господин, волосы которого были вздернуты с алба челкой кверху и почему-то напоминали мне рисунки Пичугина в Сытинском издании Гоголя. «Смотри», — сказал я спутнику, — «это Миргород. Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены». «Мистер Есенин», — сказал господин. «Я встал. Подойдите к столу». Вдруг твердо сказал он по-русски. Я ошалел. «Поднимите правую руку и отвечайте на вопросы». Я стал отвечать, но первый вопрос сбил меня с толку. «В Бога верите?» Что мне было сказать? Я поглядел на спутника, тот мне кивнул головой. И я сказал «да». «Какую признаете власть?» «Еще не легче». Сбивчиво я стал говорить, что я поэт, и что в политике ничего не смыслю. Помирились мы с ним, помню, на народной власти. Потом он, не глядя на меня, сказал «повторяйте за мной». «Именем Господа нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участие». Я повторял за ним каждое слово, потом расписался, и нас выпустили. После мы узнали, что друзья Дункан дали телеграмму Гардингу. Он дал распоряжение по легком опросе впустить меня в Штаты. Взяли с меня подписку «Не петь интернационала», как это сделал я в Берлине. Миргород, миргород, свинья спасла. Нью-Йорк. Сломя голову, я сбежал с проходной лестницы на берег. Вышли с пристани на стрит, и сразу на меня пахнуло запахом, каким-то знакомым запахом. Я стал вспоминать. Ах, да, да это, это тот самый, тот самый запах, который бывает в лавочках со скобиной торговлей. Около пристани на рогожах сидели или лежали негры. Нас встретила заинтересованная газетами «Толпа». Когда мы сели в автомобиль, я сказал журналистам «Мне нравится Америка». Через 10 минут мы были в отеле. Москва, 14 августа 1923 год. Бродвей. На наших улицах слишком темно, чтобы понять, что такое электрический свет Бродвея. Мы привыкли жить под светом луны, сжечь свечи перед иконами, но отнюдь не пред человеком. Америка внутри себя не верит в Бога. Там некогда заниматься этой чепухой. Там свет для человека. И потому я начну не с самого Бродвея, а с человека на Бродвее. Обиженным на жестокость русской революции культурникам не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя индустриальной культуры. Что такое Америка? Вслед за открытием этой страны туда потянулся весь неудачливый мир Европы, искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, которые, пользуясь человеческой игрой в государство, шли на службу к разным правительствам и теснили коренной красный народ Америки всеми средствами. Красный народ стал сопротивляться. Начались жестокие войны. И в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась горсточка. Около 500 тысяч, которую содержат сейчас, тщательно огородив стеной от культурного мира, кинематографические предприниматели. Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болото Флориды, частью в снега Канады. Но и все же, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется высоте 20-этажных домов, все же никому не будет жаль, что дикий Гайавата уже не охотится здесь за оленем. И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой. Индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал Белый Дьявол. Сейчас Гайавата – этнографический киноартист. Он показывает в фильмах свои обычаи и свое дикое, несложное искусство. Он все так же плавает в отгороженных водах на своих узеньких пирогах, а около Нью-Йорка стоят громады броненосцев, по бокам которых висят десятками уже не шлюпки, а аэропланы, которые поднимаются в воздух по особо устроенным спускным доскам, возвращаясь садятся на воду, и броненосцы громадными рычагами, как руками великанов, поднимают их и сажают на свои железные плечи. Нужно пережить реальный быт индустрии, чтобы стать ее поэтом. У нашей российской реальности пока еще, как говорят, слабогайка, и потому мне смешны поэты, которые пишут свои стихи по картинкам плохих американских журналов. В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я предпочитаю вести телегу, которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем. В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей, а в наших родных пенатах... Ну да ладно, Москва не скоро строится. Поговорим пока о Бродвее с точки зрения великих замыслов. Эта улица тоже ведь наша. Сила Америки развернулась окончательно только за последние 20 лет. Еще сравнительно не так давно Бродвей походил на наш Старый Невский. Теперь же это что-то головокружительное. Этого нет ни в одном городе мира. Правда, энергия направлена исключительно только на рекламный бег. Но зато дьявольски здорово. Американцы зовут Бродвей, помимо присущего ему названия, окраинная дорога, белая дорога. По Бродвею ночью гораздо светлее и приятнее идти, чем днем. Перед глазами море электрических афиш. Там, на высоте 20-го этажа, кувыркаются сделанные из лампочек гимнасты. Там, с 30-го этажа, курит электрический мистер, выпуская электрическую линию дыма, которая переливается разными кольцами. Там, против театра, на вращающемся электрическом колесе, танцует электрическая терпсихора и так далее, все в том же роде, вплоть до электрической газеты, строчки которой бегут по 20-му или 25-му этажу налево беспрерывно до конца номера. Одним словом, умри, Денис. По радио музыка Чайковского из музыкальных магазинов слышится в Сан-Франциско, но любители могут его слушать и в Нью-Йорке, сидя в своей квартире. Когда все это видишь или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека. И стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость. Бедный русский Гайавата Быт и глубь Штатов Тот, кто знает Америку по Нью-Йорку и Чикаго, тот знает только праздничную, или, так сказать, выставочную Америку. Нью-Йорк и Чикаго есть не что иное, как достижение в производственном искусстве. Чем дальше вглубь Калифорнии, впечатление громоздкости исчезает. Перед глазами бегут равнины с жиденькими лесами. И, увы, страшно похожие на Россию маленькие деревянные селения негров. Города становятся похожими на европейские, с той лишь разницей, что если в Европе чисто, то в Америке все взрыто и навалено, как попало. Как бывает при постройках. Страна все строит и строит. Черные люди занимаются земледелием и отхожим промыслом. Язык у них американский. Быт под американцев. Выходцы из Африки, они сохранили в себе лишь некоторые инстинктивные выражения своего народа в песнях и танцах. В этом они оказали огромнейшее влияние на мюзихольный мир Америки. Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец негров. В остальном негры народ довольно примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в бизнес, а остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей степени развития. Там до сих пор остается неразрешенным вопрос, нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По. Все это свидетельствует о том, что американцы – народ весьма молодой и не вполне сложившийся. Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление гения народа. Народ Америки – только честный исполнитель заданных ему чертежей и их последователь. Если говорить о культуре электричества, то всякое зрение упрется в этой области в фигуры Эдисона. Он и есть сердце этой страны. Если бы не было этого гениального человека в эти годы, то культура радио и электричества могла бы появиться гораздо позже, и Америка не была бы столь величественной, как сейчас. Со стороны внешнего впечатления в Америке есть замечательные курьезы. Так, например, американский полисмен одет под русского городового, только с другими кантами. Этот курьез объясняется, вероятно, тем, что мануфактурная промышленность сосредоточилась главным образом в руках эмигрантов из России. Наши сородичи, видно, из тоски по родине, нарядили полисмена в знакомый им вид формы. Для русского уха и глаза вообще Америка, а главным образом Нью-Йорк, немного с кровью Одессы и западных областей. Нью-Йорк на 30% еврейский город. Евреев главным образом загнала туда нужда скитальчества из-за погромов. В Нью-Йорке они осели довольно прочно и имеют свою жаргонную культуру, которая ширится все больше и больше. У них есть свои поэты, свои прозаики и свои театры. От лица их литературы мы имеем несколько имен мировой величины. Поэзия сейчас на мировой рынок выдвигается с весьма крупным талантом Мани Лейб. Мани Лейб – уроженец Черниговской губернии. Россию он оставил лет 20 назад, сейчас ему 38. Он тяжко пробивал себе дорогу в жизни сапожным ремеслом и лишь в последние годы получил возможность существовать на оплату за свое искусство. Переводами на жаргон он ознакомил американских евреев с русской поэзией от Пушкина до наших дней и тщательно выдвигает молодых жаргонистов с довольно красивыми талантами от периода Гофштейна до Маркиша. Здесь есть стержни и есть культура. В специфической американской среде – отсутствие всякого присутствия. Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвей освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких и на порог не пускают, несмотря на то, что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачастую совсем без огня. Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение. Нравы американцев напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурней страны, чем Америка. — Слушайте, — говорил мне один американец, — я знаю Европу, не спорьте со мною. Я изъездил Италию и Грецию, я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше? От таких слов и смеяться, и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю. Европа курит и бросает. Америка подбирает окурки. Но из этих окурков растет что-то грандиозное. Америка подбирает. Продолжение следует...